Музыка Начинаем нашу тренировочку. Приседания сегодня у Аллы. Мы сейчас постоянно в качестве разминки приседаем со штангой над головой. И настоятельно всем рекомендую этот прием. Он позволит вам очень хорошо прочувствовать, научиться глубоко приседать, при этом держать спинку ровненько и не клевать поясницей. На что обращать внимание? На то, чтобы штангу держать над головой и немножечко-немножечко сзади, ни в коем случае не переносить вперед. И садиться глубоко, естественно, в широкой постановке ног, насколько вам удобно. В общем, соблюдать все то, что вы знаете и так без меня по технике. Музыка Ну и сейчас вы увидите полную тренировку приседа. Да, мы сегодня будем делать тяжелые приседания. По 6 раз. Да, 5-6 раз. Первые три подходика у нас будут вот с одним и тем же весом, просто для того, чтобы почувствовать спину. Да, используйте всегда замки для безопасности. Это очень важный момент. И все тогда будет очень хорошо. На самом деле, такой прием реально очень быстро поможет практически любого человека научить хорошим технически грамотным приседаниям. Носочки в стороны и садитесь, опуская, разводя коленки четко по носкам. Тогда все будет четко. Кстати, глупость по поводу того, что приседания вредят связкам коленным. Так может говорить только человек, который не разбирается в анатомии вообще никак. Чтобы повредить связку, нужно под нагрузкой вывернуть коленку. Мы же в приседаниях просто сгибаем и разгибаем колено. Ни внутренняя, ни внешняя связка не получает никакого травмирующего эффекта. Так что, друзья, если ваш тренер говорит вам, что приседания убивают колени, посоветуйте ему сходить и провериться на наличие серого вещества в черепной коробке. Еще один подходик сделаем с поднятыми над головой руками. И начнем добавлять вес, приседать уже в обычном для нас режиме. Не торопитесь, друзья. Для тренировки с отягощениями это не аэробика. Нужно отдохнуть между подходами. Вы должны быть восстановленными. Лучше всего ориентироваться на свое дыхание. Если вы чувствуете, что дыхание восстановилось, не стоит больше топтаться на месте или сидеть на лавочке. А вообще я не рекомендую сидеть между подходами. Каким бы тяжелым ни был подход. Ходите, двигайтесь, стойте в конце концов. Но ни в коем случае не садитесь. Особенно после тяжелых подходов. Тяжелых, в смысле большой вес, мало повторений. Или относительно небольшой вес, много повторений. Не важно. Всегда старайтесь быть в движении. Почему еще нельзя садиться? Объясняется очень просто. Когда мы сидим, увеличивается нагрузка на поясничный отдел позвоночника. Очень-очень сильно. Ни в один, ни в два раза. Гораздо больше. А нам этого не нужно. На прошлой тренировке приседа мы делали с Аллой. Ну как мы? Алла, три по двадцать? Вот это было реально тяжело. А сегодня силовая будет. На шесть повторений. Не игнорируйте, друзья, негативную фазу движения. Если вы, игнорируя негативную фазу движения, падаете вниз под действием силы тяжести, вы обкрадываете себя, забирая 50% эффекта упражнения. Если не больше, негативная фаза движения важнее позитивной. Многие думают, что если быстро опустился, то легче. Да, психологически так кажется. Но на самом деле, представьте себе, вы разгоняете вес. Вам нужно затормозить его в нижней точке. И помимо всего, вам нужно еще разогнать его в обратную сторону. Добавим сейчас, да. Это крайне тяжело. Гораздо проще. И если вы видите, пауэрлифтеры на соревнованиях, неважно в экипировке или без, садятся крайне медленно. Чтобы потом мощно взорваться. Пауэрлифтеры на соревнованиях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так мы работаем, вот так мы все записываем в тренировочный дневник, что и вам настоятельно рекомендуем. Очень важно записывать все, потому что памяти удержать это невозможно, а вы должны четко знать, понимать, особенно когда работаете уже по периодизации, что когда было, с каким количеством повторений, с каким весом, сколько подходов. Ты уверенно отдохнула? Продолжение следует... 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 Музыка такая, целый бокс. Не, это начало только. А так будет забойная сейчас. Не забывайте, друзья, что именно мышцы делают вас красивыми, если вы девушка. А вот что происходит, когда тренер не понимает вообще ничего, что на что действует и заставляет вас качать пресс. Хотя пресс здесь практически не работает. Одно из самых опаснейших упражнений для поясницы. Не повторяйте подобных ошибок. Ну что, Алла, ты настроилась? Поехали. Музыка. 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 контролируем себя контролируйте контролируйте друзья обязательно негативную фазу постоянно об этом говорю ну частенько сам конечно этим страдаю потому что повторяю это тело наше думает что так легче на самом деле так гораздо сложнее нужно себя поймать нижней точке не просто поймать а еще преобразовать эту силу которая была направлена вниз в обратную сторону это гораздо сложнее поэтому и не только поэтому нужно большую часть внимания уделять негативной фазе движения в любом упражнении негативную фазу движения старайтесь сделать как минимум в два раза медленнее чем позитивную вы увидите как качественно улучшатся ваши тренировки ваше тело ваша сила и ваш настрой да медленнее медленно опускаешься мощно взрываешься сейчас алла отдохнет и мы сделаем еще один подходе к рабочей и сегодня у нас в тренировке будут еще всего лишь только отжимания от брусьев ну и потом мы голень поделаем не судя не будем не ну сегодня чисто на силу поработаем сегодня мы обычно стало просто всегда с моими учениками делаем румынку после приседа и людей не любишь ну да там хочешь не хочешь при грамотной технике ты конкретно чувствуешь как растягивается бицепс бедра единственное что нужно помнить румынка хоть ее многие называют тягой на прямых ногах никогда не делается на полностью прямых ногах никогда ну да ну что ну ну все друзья спасибо что смотрели и будем еще видеться тренажерном зале не раз всем пока не забывайте разбирать после себя снаряды